Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Аллилуйя! 36-й псалом. Пока вы открываете этот псалом, я хочу процитировать один стих, его важно помнить, в нем заключено так много. Ефесянам 1.3. Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас. То есть мы можем сказать, Он уже благословил нас, уже благословил нас. Что же содержится в этом благословении? Исцеление. Значит, мы можем сказать, Он уже исцелил нас. Что еще в нем заключено? Процветание. Значит, мы можем сказать, Он уже сделал нас процветающими. Как насчет мира? Он уже дал нам мир. Не заключена ли в благословении победа? Он уже дал нам победу. Мы можем вспоминать все, что заключено в этом благословении со словами, Он уже. Уже исцелил нас. Уже сделал нас процветающими. Уже дал нам победу. Многие люди верят, что это все нам обеспечено, но не наслаждаются этим, потому что подходят к Богу не на том основании, что это уже совершено. А с настроем, я пытаюсь это заполучить, я пытаюсь это взять, я пытаюсь это принять. Конечно, есть акт принятия в вере, но все уже обеспечено. И после акта принятия вы должны вести себя так, словно это уже совершено, потому что это совершено. Папа Хеггин говорил, просто ведите себя так, словно слово истина. Просто ведите себя так, словно это правда. Это и есть вера, вести себя так, словно слово истина. Вера не пытается заставить себя как-то по-другому думать, что-то себе внушить, накрутить себя, а относится к слову, относится к Богу так, словно это уже правда. Аминь. Итак, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, уже благословивший нас во Христе, всяким, всяким, всяким духовным благословением в небесах, потому что мы во Христе Иисусе. Именно так это благословение пришло в нашу жизнь, когда мы пришли ко Христу, стали с Ним одним. И мой любимый перевод этого стиха, уже благословивший нас всем, чем наслаждаются сами небеса. Итак, все ваше, все ваше, все ваше, сильная вера берет все, что уже обеспечено, и отказывается жить без этого. Я отказываюсь жить без того, чем я уже благословлена. Вы скажете, ну если ты уже этим благословлена, как же ты можешь жить без этого? Ну, можно иметь банковский счет и не пользоваться его содержимым. Смотрите на свое наследие, как на духовный банковский счет. Он вам принадлежит, но вам нужно пойти и снять со счета то, что вам нужно. Аминь. Вы уже открыли 36-й псалом. Прочитаем 18 и 19 стихи. Здесь сказано, «Господь знает дни непорочных». В другом переводе сказано, «Господь печется о своих людях во все дни их». «Господь знает дни непорочных». Обратите внимание, «непорочных» здесь не говорится о всех подряд. Важно, как мы живем, если мы хотим получить наследие в полной мере. Господь знает дни непорочных. Посмотрите, «И наследие их прибудет как долго? Вовек». Никакой переменчивости. Никакого уменьшения наследия. Оно вовек. И хорошо бы это знать, когда кажется, что оно не работает. Если вы посмотрите на обстоятельства, и они вам скажут, «Ничего не работает», важно, чтобы вы знали, что то, чем Бог нас благословил, пребывает вовек, как бы не выглядели обстоятельства, как бы не выглядело все вокруг, как бы громко не кричала ситуация. Наследие вовек. Оно не меняется. Оно не идет на убыль. Оно не уменьшается. Оно вечное. Знайте, разные времена не влияют на наследие. Времена не определяют меру вашего наследия. Почему же на людей так влияют времена? Потому что они больше осознают время, в которое живут, чем свое наследие. Они больше задумываются о времени, чем о своем наследии. Посмотрите на девятнадцатый стих. Не будут они постажены. Кто они? Непорочные. Те, кто ходит в свете Слова. Если вы хотите отойти от слова и перестать уделять ему внимание, у вас может что-то прерваться. Но не у непорочных, чьим стандартом жизни является Слово. Они не идеальны. Но они постоянно пробиваются, постоянно простираются дальше. Аминь. Итак, тут сказано, «Не будут они постажены». Что значит «они не будут постажены»? Что это будет работать для них. Они не попадут в конфуз. Их ожидания не будут обмануты. Бог не покинет их. Им не придется стесняться или стыдиться положения, в котором они оказались. Не будут они постажены. Посмотрите, «Во время лютое». И во дни голода будут сыты. Итак, Бог, во-первых, хочет, чтобы мы знали, что наше наследие навеки. Оно неизменно. Оно не подвержено тому, чему подвержены люди. Потому что наследие пришло не от людей, а от Бога, а Он неизменный. А потом Он говорит, «Будут лютое времена. Будут времена голода. Вокруг вас. Но это не ваше будущее. Ваше будущее – это вечное наследие». Когда Он говорит, что наше наследие навеки, Он показывает нам наше будущее. Наше будущее полно наследия. Аминь. И так нам следует мыслить. На этом нам нужно фокусироваться, потому что будут злые времена. Посмотрите на 19 стих. «Не будут они постажены во время лютое». То есть придут злые времена. Что такое злое время? Это когда дьявол пытается проявить себя. Когда он нам противостоит. Аминь. Всем придется столкнуться с попытками зла проникнуть в их жизнь. И что нам нужно помнить в такие времена? «У меня есть наследие. У меня есть наследие». И его более чем достаточно, чтобы одолеть то зло, которое пытается заявиться в это время. Прочитаем дальше. «Не будут они постажены во время лютое». И мы можем сказать, они не будут постажены во дни голода. Они будут сыты. Поймите, дни голода – это дни скудости. Не хватает еды. У людей недостаток обеспечения. И он говорит, когда у других недостаток, когда другие сталкиваются с нуждой, он говорит, вы будете сыты. Это значит, что у вас будет более чем достаточно, когда у других недостаток. Откуда же приходит недостаток? Откуда голод? Ну, в физическом мире голод возникает из-за засухи. Нехватка воды, нехватка дождя приводит к недостаточному производству продовольствия. И так возникает голод. А Бог говорит, что у непорочных, когда злые дни, злые времена придут, голод придет. Исход будет не такой, как у других. Аминь. Аллилуйя. Откройте, пожалуйста, 26 главу Бытия. Я хочу, чтобы мы взглянули на то, как это происходит на примере места Писания. Бог говорит нам об этом, и мы рассмотрим пример из Писания. Бытие 26. С первого стиха. Бытие 26,1. Был... Что? Голод в земле. Сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авемелеху, царю филистимскому. Что это значит? Он отправился на юг, начал двигаться в сторону Египта. Из-за голода он решил сменить место жительства. И как только он начал двигаться в другом направлении, Господь явился ему. Это второй стих. И сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле». Помните, его отца Авраама Бог привел в ту землю. И Исаак жил в той земле, но настал голод. И он подумал, «Пойду туда, где нет голода». Но ваше наследие вовек в той земле, где Бог сказал вам обитать, где бы Бог не сказал вам быть, вам не нужно метаться, как другие люди, которые меняют свои стратегии, когда времена меняются. Если Бог перенаправляет вас, все в порядке, но не меняйте направление сами из-за времен. Вы не меняйте, не дополняйте и не перенаправляйте то, что Бог уже вложил в ваше сердце. А именно так поступил Исаак. Настали другие времена, пришел голод, и он подумал, «Мне нужно что-то с этим делать». И что он сделал? Начал вести себя, как другие люди. Отправимся туда, где нет голода. И он пускается в путь. Но заметьте, этим определенно хотел воспользоваться дьявол, чтобы увезти его из земли завета. Дьявол воспользуется любыми обстоятельствами, чтобы увезти вас от того, что Бог назвал вашим. «Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». Какой земле? Странствуй по сей земле. Прямо здесь. Не уходи из той земли, которую я дал твоему отцу, потому что она была наследием Исаака, так? Странствуй по сей земле. Посмотрите, «И я буду с тобою». Смена времен не значит, что меняется местоположение Бога. Он все еще в вас. Тот, кто больше, все еще в вас. «И я буду с тобою». Видите, Исааку Бог сказал, «Я буду с тобой». Но в Новом Завете, лучшем Завете, он внутри нас. Конечно, он с нами, но он с нами через то, что он в нас. «Я буду с тобою» и, обратите внимание, «Благословлю тебя». Почему? Потому что там, где он, там благословение. «И благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». Заметьте, Авраам пришел в землю, данную ему Богом, но Бог сказал Исааку, «Я дам тебе все эти земли». «У тебя сейчас лишь малая часть того, что я тебе дам. Не оставляй свое место, иначе ты оставишь все остальное, что у меня есть для тебя». Нужно, невзирая ни на что, быть и оставаться там, куда вас поместил Бог, чтобы не лишиться всего, что с этим связано. Не уйти от чего-то большего, что придет вслед за тем, что Он уже вам дал. Люди, любящие землю, фермеры, говорят, «Мне не нужны все земли, я просто хочу ту землю, что рядом с моей». И они покупают окружающие земли, а рядом с ними еще больше земель, а рядом с ними еще больше, и дальше еще больше. Бог такой же. Он хочет поместить вас куда-то, чтобы вы получили и то, что находится рядом. Вы знаете эту историю, как Бог дал мне дом ранее принадлежавшей сестре Эми Симпл Макферсон. Но суть не только в том, что Бог дал мне этот дом. С ним что-то связано. Академия. Другая недвижимость. Богу нужно было привезти меня куда-то, чтобы повезти меня дальше. Куда бы Бог не поместил вас, поймите, что Он уготовил не только само это место, не только этот бизнес. У Него на уме что-то большее, и Он будет раскрывать это по нарастающей. И так Он и сказал. «Я тебе дам все земли сии, и Я исполню, Я исполню». Тебе не придется что-то исполнять во время голода, Исаак. Я исполню. Хорошо. Но обратите внимание на то, что мы читали в 36-м псалме. «Господь знает дни непорочных». Исаак непорочный. Он в завете. Он ходит во свете завета. Так? Важно. Важно, как мы живем. Важно, как мы живем. Все нам принадлежит. Но если мы не ходим в непорочность, если нас не интересует его план, если нас не интересует его воля, это отразится на том, во что он сможет нас ввести, хотя это нам и принадлежит. И он говорит Исааку, «Не оставляй эту землю, потому что все эти земли, о которых я говорил твоему папе, я дам тебе. Не уходите просто потому, что на вас давят обстоятельства. Не уходите просто потому, что что-то гложет ваш ум». Послушайте, голод затрагивает все. Каждую сферу жизни, дом, семью, работу, будущее. Голод затрагивает все. Исаак испытал на себе воздействие голода и потому искал место, где было бы легче. И Бог сказал, «В поисках облегчения не уйди от победы». Аминь. Он сказал, «Я дам все земли сии, и Я исполню клятву». Если Бог говорит, что у Него есть что-то для вас, Он это исполнит. Он это исполнит. Он это исполнит. Бог каждому своему ребенку сказал что-то конкретное о его жизни. Но не у каждого в жизни это исполняется. И сегодня я вам скажу почему. Ведь мы хотим увидеть исполнение Его слов. Четвертый стих. «Умножу потомство Твоем, как звезды небесные, и дам потомству Твоему все земли сии. Благословятся всеми не Твоем, все народы земные». Не звучит ли это точно так же, как то, что Бог сказал Аврааму? «За то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеление Мои, уставы Мои, законы Мои, то есть важно, как мы живем, имея это наследие. Прочитайте со мной 12 стих. Та же глава, 12 стих. Бытие 26, 12. «И сеял Исаак в земле той». Он не пошел в Египет и не стал сеять там. Где он сеял? Он сеял там, где Бог сказал ему быть. Он остался там, где Бог сказал ему быть. А голод все еще продолжался. Вы понимаете? Дочитаем. «И сеял Исаак в земле той». Посмотрите. «И получил». «И получил». «И получил». Он сеял и получил. «Он сеял и получил». В тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. Вам нужно понять, что тот год – это год голода. «Тот год, тот же год, когда был голод, он сеял и получил во сто крат». 13 стих. «И стал великим человек сей во время голода, в год голода, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим». Когда Библия называет кого-то весьма великим, значит, он весьма велик. У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей, и мне так нравится. И филистимляне стали завидовать ему. Почему? Потому что у них был голод. Как правило, в мире экономики самые большие состояния наживаются во времена финансового кризиса. потому что во времена экономических трудностей, во времена голода ресурсы никуда не исчезают с земли. Все деньги все еще здесь, все золото все еще здесь, все стада все еще здесь, вся нефть все еще здесь, все драгоценные камни все еще здесь, все по-прежнему здесь. Во времена экономических перемен богатство просто переходит из рук в руки. Вот и все, что происходит в сменах хозяина. И у людей, владеющих многим, ценность имущества падает, но если продержаться, ценность восстановится, потому что богатство никуда не исчезает с земли. Аминь. Поэтому, когда другие люди терпели убытки, Исаак богател. Почему? Потому что он остался там, где Бог ему сказал, без жалоб. Как бы я хотел быть в другом месте. Без ропота. Почему это не работает для меня? Послушайте, он знал, что у него завет с Богом, а выглядело все так, словно этот завет не работал, поэтому он и направился в сторону Египта. И бог остановил его. Он сказал, вспомни, что я говорил твоему папе. Вспомни. Ему нужно было за это держаться. Поэтому, хотя все христиане благословлены тем же наследием, некоторые наслаждаются им, а некоторые нет. Это потому, что, когда приходит нужда, когда наступают лютые дни, когда приходит голод, вам нужно ответить на все это тем, что бог сказал вам. Вам нужно сказать этой нужде то, что бог сказал вам. Вам нужно сказать этой нужде то, что бог сказал вам. Понимаете? Вам нужно ответить этой нужде и сказать ей, «Бог сказал, это моя земля. Бог сказал, что он даст мне все эти земли, и мои потомки будут процветать здесь. Я никуда не уйду, потому что бог сказал». Исаак столкнулся с голодом и был готов уйти, пока он не начал говорить то, что Бог сказал. Бог дал ему, что сказать этому голоду. Если вы не будете отвечать нужде, нужда захватит вас. И ваше наследие вам ничего не даст, если вы не будете говорить о нем в лицо нужде. 106 Псалом. Второй стих. Псалом 106, 2. Так, да, скажут избавленные Господом, которых избавил Он, то есть которых Он уже избавил от руки врага. Разве лютый день – это не рука врага? Разве голод – не рука врага? Разве не хватка денег для ипотеки – не рука врага? Разве любой недостаток – не рука врага? Так вы уже избавлены от нее? Как же пред лицом противостояния воспользоваться своим наследием? В этом стихе показано как. Избавленные Господом, да, скажут. Вам нужно сказать это, сказать это, сказать это. Когда поют песню «Так, да, скажут избавленные Господом», люди отвечают «Так». Он не говорит «Избавленные Господом, да скажут слово так». Вам нужно конкретно сказать «Я избавлен». Мой муж говорил о чрезвычайно важном принципе, который нам необходимо усвоить. Он говорил «Ваше избавление не будет для вас работать, пока вы не скажете. Ваше избавление – ваше наследие». Я еще раз прочитаю. Вам не обязательно перелистывать. В 36-м псалме, в 18-м стихе мы читали «Господь знает дни непорочных, и наследие их прибудет вовек». Вам нужно это говорить «Мое наследие прибывает вовек», «Мое наследие прибывает вовек». И в лютое время, когда настанет лютое время, вам нужно встать посреди него и сказать «Мое наследие прибывает вовек», оно не меняется. «И во дни голода», обратите внимание на 19-й стих, «не будут они постажены во время лютое, и они не будут постажены во дни голода, они будут сыты». Как они будут сыты? Им придется встать пред лицом голода и сказать «Мое наследие прибывает вовек», «Мое наследие прибывает вовек». Вам нужно добавить к наследию веру, иначе вы не сможете им воспользоваться. Вам нужно говорить о своем наследии. И когда кажется, что оно не работает, вам нужно сказать «Мое наследие прибывает вовек», когда выглядит, что голод надвигается на ваш шатер, как это было с Исааком. Бог дал ему что сказать. Бог напомнил ему. И на самом деле он мог говорить это уже до напоминания, но он это упустил, ведь Бог говорил это Аврааму. И нам известно, что Исаак знал, что Бог говорил Аврааму, потому что Библия говорит, что Авраам учил своих детей. Бог заключил с ним завет, потому что знал, что он научит своих детей. Я не говорю просто о воспитании у детей хороших манер. Хорошие манеры важны. И, пожалуйста, учите ваших детей хорошим манерам. Но он наставлял их в завете, который был заключен с ним. Вот что Бог ценил в Аврааме. Он не просто сидел, сложа руки, почивая на своем благословении. Он изливал его на следующее поколение, чтобы следующее поколение могло дальше понести то, что Бог изначально сказал Аврааму. Исааку не нужно было дожидаться, пока Бог напомнит ему свои слова. Но он упустил это и начал двигаться в сторону Египта, потому что не говорил то, что Бог уже сказал его папе. И Бог повторил Исааку те слова, которые уже прежде говорил Аврааму. И когда Исаак сказал это, подумайте, как это выглядело. Когда он со своими слугами сеял семя в почву настолько сухую, что для семени не было никакой воды. Это было поводом для насмешек. Люди могли посмотреть на него с насмешкой и сказать, нет никакого смысла сейчас покупать или начинать новый бизнес, или покупать дом, или делать что-либо еще. Но если Бог сказал, если Бог сказал, если Бог сказал, нужно держаться за то, что Он сказал, и пред лицом нужды говорить то, что сказал Бог. И Исаак созывает своих слуг и говорит, «Парни, сегодня будем сеять». В твердую, сухую, крошащуюся, неполитую почву. Парни, сегодня будем сеять. Почему? Потому что Бог сказал. Бог сказал. Нет, это нелогично. Нет, я не могу это просчитать. Но Бог сказал. И поскольку Он сеял, делал то, над чем другие смеялись, потому что Бог сказал, Он получил во сто крат во время голода. Интересно, что подумали соседи, увидев зеленые ростки при отсутствии воды. Этот посев был чудом. Этот урожай был чудом. Эта жатва во сто крат была чудом, потому что пред лицом нужды Бог дал ему что сказать. И он держался за то, что ему сказал Бог. Аминь. Аллилуйя. 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 Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейну. Общинить ongoing». Продолжение следует. Продолжение следует...